Эпизод 6, часть 2. В бездну. Вот так просто она ушла. Я сказал Эдисону, что защищу её, но я не справился. Я был слишком самонадеянным, слишком уверенным в себе. Я недооценил красный отдел Тачстоуна и их способности. Больше этого не повторится, но для неё слишком поздно. Судьба. Вот что я сделаю. Я убью Тачстоуна лично, с превеликим удовольствием. Я убью сингулярность, с голыми руками. Я найду штаб красного отдела, уничтожу их. Я разузнаю о проекте Черное Зеркало, уничтожу его. Наконец я найду ребёнка Харгрова, Блейк, и спасу её. Самое важное. Почему? Потому что я отдал обещание, и никто меня не остановит. Тереза, здесь осиное гнездо красной секции. Да. Гейб, будь осторожен. Есть большая вероятность, что гражданские внутри. Я не думаю, что скрытно здесь сработает. Мне нужно пробраться за область Атриума. Подожди. Тереза, похоже, они собираются взорвать здание. Гейб, у нас здесь не так уж много ресурсов. Всего лишь три офицера, разведки, пилот и вертолёт, на котором они прилетели. Дай нам час, чтобы достать больше людей. Нет, Тереза, я должен найти Тач-Стоуна, пока он ещё здесь. Хорошо, Гейб, удачи. Хорошо, конец связи. Так, ну тогда я не знаю, как здесь убедить. Похоже, он говорит, что не поможет на вскрытность. Давайте попробуем сейчас этому молодому человеку выстрелить в голову, если он... Да, вскрытность не поможет. Просто рубим всех. Вот так вот тогда. Кто-то вбок меня стреляет? Через стену, что ли? Раз. Хоть не на время. Два. А, вон, молодой человек, вижу тебя. Блядь. Так, здесь, да, здесь тоже есть... Его надо убрать. Что мы делаем? Вау, а ты откуда? Сверху ещё. Ах ты, тварь. Тебя, вот этого надо обжарительно снять, наверное, с этого. Что, у меня больше ничего нету, кроме этих? Тихо. Так, давайте обратно переключимся на вот эту движушку. Хорошо. Этого сняли. Там, блин, да, все в бронежилетах, блин. Это, вы слышите, серьезные ребята, там кто-то ещё есть? Нет? Всё. Отлично, сюда могу зайти. Дверь закрыта, блядь. Ну, естественно, закрыта. Так, у них больше нет, никаких. Так, это, да. Гражданских надо стараться не тулить, потому что... Это не дело. Да чё ж они так выбегают прям в упор, блин. Блядь. Как-то скрипты странно работают. Почему здесь дверь взорвалась? Просто потому, что мне надо сюда, да? Видимо. Помоги! Кто-нибудь, помогите, пока я не обрушилась! Торопись! Кто-нибудь, помоги, пока я не обрушилась! Так, как мне сюда слезть? Просто сейчас если я... Мне нужно туда выстрелить, а он туда не целится. Малой, ты можешь как-то? О, отлично, братик. Сейчас ты зацепился как надо. Так, тут нигде нет этих. Спасибо, спасибо! Ты святое, спасибо огромное! Убейтач, что у нас? Спасти гражданских. Окей. Так. Они все, они типа сами вылезли? А, ну они вообще молодцы, я смотрю. Замечен нарушитель! Так, давайте сюда заныкаемся, как можем сюда заныкаться? О, отлично! Ага! Как я-то его делал за 2 секунды. Сейчас сколько ж у вас тут будет? Так, проверяем на растяжки лазерные. Ага, я тебя вижу, молодой человек. От РПК тулит вообще просто. Без права на всплыв. Сюда могу зайти? Могу, походу. Документы. Взял гранату. М67. Видимо, она мне там пригодится. Так. Почему нарисован какой-то кренг? Смотрите. Будто он в туалете. О, он там реально в туалете. Как его убить? А ну-ка, давайте поменяем очки. Блин, почему он не убивается? Чос. А если мы туда кинем не гранату? Ну, просто ради интереса. Я туда гранату не закину, наверное. А ну-ка, давай, откроем дверь. Попробуем туда закинуть гранату. Граната! У меня уже тут постреляют. Нет, он все равно живой. Не получилось. Не получился фокус. Умари, Блад. Как бы тот... Та тварь, которая сидит на толчке, меня не вышла, не убила. Потому что он неубиваемый. Есть. Блядь, 12 патрона у меня? Ну, такое. Надо, короче, менять свой пестик на вот эту движуху, потому что... Есть. Потому что... Мой пестик здесь... Не решает. А вот пистолет этот, конченный, не решает. Ребята, вы бесконечные там, скажите сразу. Эй, я по одному стрелял, почему два умерло? Странное дерьмо в этом доме творится. Так, стой! Вижу, вижу, вижу. Давай, выглядуй, тварь. Типа снайпер? А, нет, это так. Сауком. Аук, мое любимое оружие. Чтобы здесь не подорваться было бы вообще огонь. Так, мне, судя по всему, сюда. Замечен нарушитель! Замечен нарушитель! Блядь, бежит трупа на меня. А тут, бляньте, из нее откуда появился. Видели только что, вот он за углом? Блядь! Так, все, патроны закончились. На всем почти патроны закончились. Остался вот этот вонючий пистолет. Так, братан, давай ты не будешь залипать. Мне даже не нужны другие очки. Вот эти инфракрасные. Или какие там они. Патрончики, это хорошо. Так, пестик, да? Давай еще раз. Один патрон остался, брат. А зачем? Хороший рейтинг. Есть. Конечно, прицели вообще... А, тут живой еще. Прицели вообще неудобно цель вставить. А вот так неплохо. Он живой. Все, уже нет. Ох, какие пируэты. Мне нравятся эти ребята. Так. Патроны здесь есть, есть, есть. Здесь пока дверка. Сейчас, наверное, будет кипиш. Бронежилет мне не нужен, у меня полный. Ну что, тогда обрываемся. Как-то подвал уже пошел. Опа. Похож на последний уровень из Логан's Shadow. Ты что творишь, падаль? Сейчас они будут со всех дыр лезть. Я угадал. А я спрячусь. Тут есть дни где-то, чтобы они спустились. Нет, да, в принципе? Или есть все-таки? А, вот он здесь может, да? Мрамор. Мрамор, это ты? Что, все, что ли? Блин. Проклятие, Логан. Не здесь я хотел умереть. Многие не выбирают, где умирать. Не дай разочарованию испортить. Увидимся в аду. Только после тебя. Пошел нахуй. Да, легендарное логановское чувство юмора. Умри достойно, Логан. Рэк-долл, такая резиновая кукла полетела. Нормально. Ислево-Ельский центр, штаб Красной секции, Хельсинки, Финляндия. Чертежи строений полностью выведены на карте здесь. Это система вентиляции со всеми кабелями, волокном, электрикой и остальным. Если я попаду внутрь, я смогу войти в их сеть. Вперед! Теперь у нас перерыв в операции Красной секции. Настоящим именем является Гранд Моррил. Гранд Моррил? Кто это? Бухгалтер. Можешь не верить, но он работает на Интерпол. Он проверяет бюджеты для всех проектов. И похоже, что он не только проверял. У него были личные копии всех документов, чтобы провернуть дело. Пять лет, как он ушел из Интерпола и получил деньги. Мы не знаем как. Он купил IET в Хельсинках и создал Красную секцию. Очень быстро. Его личная армия. Лоуренсу удалось обратить инженерный проект Dark Mirror. Исходя из образцов, собранных в Перу, я смог обнаружить клетки токсидендрона. Генетический материал для синтеза экстракта растений. Но вы все еще не знаете, что это. Нет, но скоро узнаем. Плохие новости, что если мы обратили инженерию, то и сингулярить смог. Вот так. Дочь Харгроба. Блейк. Думаешь, она еще жива? Пока сингулярити нуждается в ней, у нее остаются шансы. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ